Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Добрый день. Новый проект в эфире нашей радиостанции на волне 101.0. Меня зовут Светлана Занько. Программа называется Урбан. Говорим мы о городских проектах, что нужно менять в городе или что меняется в городе с точки зрения экспертов. И в качестве соведущего я пригласила в нашу программу Дмитрия Николаевича Дранова, которую вы все прекрасно знаете, поскольку еще недавно в прошлом он был главой администрации города Кирова. Дмитрий Николаевич, добрый день. Добрый день. Светлана, добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, и темой сегодняшней нашей было изменение транспортной сети города Кирова. Что нужно сделать для того, чтобы всем нам жилось лучше, исчезли пробки, скорость движения транспорта увеличилась. И мы с Дмитрием Николаевичем в предварительном обсуждении голосуем за теорию малых дел и попытаемся в сегодняшней программе доказать, что небольшими изменениями можно добиться существенной разгрузки транспортной сети и удобств для жителей города Кирова. В связи с этим мы кого пригласили, Дмитрий Николаевич? Можете представить наших гостей? Наши сегодняшние эксперты Валентин Николаевич Пугач, исполняющий обязанности ректора опорного вуза АвиатГУ, Александр Васильевич Метелев, начальник отдела организации коррознодорожного движения городской ГИБДД. И Вячеслав Николаевич Симаков, небезызвестный начальник управления благоустройства транспорта, который на сегодняшний день как раз и решает эти проблемы. Если можно, буквально одну минуточку отвлеку, задача не критиковать, я сразу хочу сказать, а задача попытаться найти те механизмы, которые не требуют больших колоссальных вложений из бюджета, для того, чтобы каким-то образом попытаться ситуацию понять хотя бы и начать ее улучшать. Вот наша задача, я считаю, что первая такая. То есть мы в нашем проекте не будем предъявлять, кто что когда не сделал, мы будем пытаться находить те идеи и реальные механизмы, которые могут быть применены в нашем городе. И обсуждать мы эти вещи будем с людьми, которые принимают решения. Поэтому вот состав, который вы сегодня видите, кто смотрит нас по прямой трансляции и слышите, он как раз соответствует этим критериям. Спасибо всем, что сегодня пришли. Надо сказать, что все наши гости заинтересованность прямую в этом выразили. Кроме того, длинная сегодня преамбула, надо разжевать, что у нас за проект. Кроме того, мы хотим, мы здесь будем взаимодействовать с общественной палатой. И те предложения, которые будут сегодня озвучены и разобраны со всех сторон, будут вывешены на сайте Вместе Киров. И будет объявлено голосование. Мы у нас в новостях об этом поговорим. И по результатам голосования будет передано или не передано в администрацию Кирова. И дальше мы тоже будем просматривать, как решаются эти вещи. С чего начнем, Дмитрий Николаевич? Ну, на самом деле, вы уже вначале сказали о том, что на сегодняшний день одна из основных проблем в городе, значит, которая мешает развитию, которая на самом деле создает неблагоприятную среду и атмосферу в обществе, это состояние уличной дорожной сети. Но сегодня хотели бы поговорить не о физическом износе уличной дорожной сети, а о том, как попытаться, можно попытаться улучшить пропускную способность наших улиц, убрать так называемый конфликт пешеходов, водителей, встречных транспортных потоков, пересекающихся транспортных потоков. Потому что, наверное, открою маленький секрет, мы общались с вами, значит, с теми людьми, которые высказывали заинтересованность, в том числе, значит, те люди, которые имеют развитие, опыт развития такой инфраструктуры в Европе. И вот их мысль, их высказывание, основное, что мы услышали в Кирове, достаточно неплохая уличная сеть, неплохая сетка, значит, достаточно... Основа неплохая, которую можно было бы менять. Ширина, позволяющая обеспечить сегодняшние транспортные потоки, самое главное научиться их вовремя и правильно регулировать, то есть чуть-чуть бежать вперед, чего нам, наверное, не хватает на сегодняшний день. И вот наша, наверное, задача, это понятие мнения жителей, значит, понятие мнения специалистов для того, чтобы минимальными вложениями попытаться эту ситуацию улучшить. А давайте мы сейчас сразу же Валентину Николаевичу привлечем, пока не как эксперта, а как автомобилиста и жителя Кирова. Вы сказали до эфира, что проехали специально сегодня, обратили внимание, зная, какая сегодня будет тема, на проблемные точки, которые у вас на пути возникают. Обозначите их, что вы видите, Валентин Николаевич, когда по городу едете? Ну, как автолюбитель, который ездит за рулем сам на работу с работы и там выходные дни, у меня тоже есть свое понимание, что там есть ряд проблемных точек нашего города, решив которые или облегчив которые, мы могли бы существенно качество, абсолютно согласен с Дмитрием Николаевичем о том, что улучшение скорости прохождения дорожного потока решает целый ряд проблем и создает массу положительных эффектов, начиная с экологических, ну, когда машины и автобусы не стоят, пробки не чадят на холостом ходу, а когда они едут, соответственно, быстрее там двигается общественный транспорт, быстрее люди перемещаются из точки, меньше времени проводят в машине, в транспорте, когда едут по своим делам и, соответственно, ну, там меньше нагрузка на дорогу, меньше нагрузка на пешеходов, меньше стрессов, нервотропки, люди приходят домой либо на работу в хорошем расположении духа, настроения, меньше ругаются в семье из-за этого, ну, там можно до бесконечности все эти очевидные вещи. Все, наверное, согласятся, автолюбители и пешеходы о том, что в последние годы все более очевидно становится увеличение проблемных точек либо их усугубление. Например, несколько лет назад улица Ленина ехала без проблем от центральной гостиницы в сторону там... Старого моста? Старого, нет, из Старого моста и в сторону Новоавиатска ехала без проблем даже во время пик. Сейчас мы видим, что Ленина стоит утром в одну сторону, вечером в другое. Следующая проблемная точка – это пересечение там Лейпси-Октябрьского проспекта. Следующая проблемная, очень проблемная точка, некомфортная, притом, очевидно, она может быть решена. Это пересечение производственное и Щерса, особенно вот сейчас дачный период начинается. У нас в пятницу и в субботу до обеда вообще невозможно по Щерса выехать из города. И явно... А если там еще будут введены в эксплуатацию ряд интересных проектов, которые будут запланированы к реализации, и выставочный центр, который рядом с магазином «Простор», и там «Вязкая кизань» или как она будет называться, соответственно, поток еще больше увеличится, перекресток, тем более, что это ворота нашего города с точки зрения там пути из аэропорта. Точно что-то нужно с этим перекрестком делать. И много других. Притом, когда стоишь в этой пробке, внимательно наблюдаешь, ну, кто давно за рулем, он прекрасно видит, почему какая пробка возникает. В одном месте это слишком долгие циклы светофоров, неоптимально выбранные там приоритеты. В других случаях слишком долгие или вообще там крайне неактуальные пешеходные переходы, которые, собственно, надолго задерживают потоки. Вот, ну, есть определенные математические модели законов движения транспорта, когда они, даже небольшая там одноминутная остановка всего потока приводит к увеличению в разы трафика именно в этом месте. И на эту тему можно говорить с научной точки зрения, можно говорить с точки зрения здравого смысла и актуальности для там по пользованию этих пешеходных переходов. Поэтому, и, притом, опять же, кто внимательно наблюдает за организацией этого потока, в одних случаях решение проблемы какой-то пробки требует очень серьезных вложений, то есть глобального капитального такого, глобальной капитальной перестройки всей организации большой площади, например, перенос столбов, линии электропередач, контактной сети троллейбусов, подземных коммуникаций, изменение профиля дорог. На что обычно ссылаются, когда вообще заходит речь об изменении хоть каких-то транспортных. И там фигурируют какие-то миллиарды или сотни, десятки миллионов рублей, которых нет и никогда не будет, и поэтому, значит, опять ничего не... Там есть основания, почему ничего не сделать. Есть другие варианты, когда небольшие организационные, технические, разметка, перенос бордюра, скругление, выпрямление радиуса поворота, автобусные карманы, значит, для парковки и другие относительно недорогие вещи, они приводят к отличному улучшению, существенному в разы улучшению пропускной способности конкретных перекрестков. Поэтому на эту тему готовы говорить. Отдельно хочу сказать, что кроме, там, как автолюбителя, и спасибо за приглашение, Светлана, я в данном случае представляю университет. Да, мы, конечно, с этими целями вас пригласили, да. Который, назвавшись опорным, берет на себя дополнительные обязательства обеспечить научно-экспертное сопровождение любых значимых решений в нашем регионе, в нашем городе силами объединенных научных коллективов наших двух университетов ведущих. И уже сейчас я знаю, что создание центра урбанистики внутри Виатского государственного университета, где будут собираться, анализироваться и предлагаться различные решения по самому широкому спектру городских проблем, демографических, экономических, архитектурных, строительных, коммунальных и всяческих других, нам позволит быть хорошим партнером не только городской и областной администрации, но и многочисленных сообществ, активистов, общественных организаций, комьюнити, которые там есть в нашем городе, но которые заинтересованы в решении различных проблем. Мы рассчитываем, что эксперты из вашего урбанистического совета, лаборатории войдут на постоянной основе в нашу программу. Мы уже с вами договорились предварительно. Поэтому, безусловно, все проекты, которые мы будем рассматривать здесь, они будут проходить предварительную экспертизу в вашем совете. Или, по крайней мере, изучать те сложные моменты, которые есть, потому что, на самом деле, для того, чтобы предложить какое-то решение, необходимо изначально эту проблему понять и изучить, в чем она находится. Да, в самом разном аспекте, в техническом и в техническом моделировании. Александр Васильевич, хочу Митилёву подключить, начальник отделения организации движения и дорожной инспекции отдела ГИБДД по городу Кирова. Вот те точки, которые обозначили, Валентин Николаевич, они, правда, болевые? Много жалоб на них? Добрый день. Значит, основная задача госавтоинспекции – это обеспечение безопасности дорожного движения. И ежемесячно, теперь уже ежемесячно, с этого года, мы проводим анализ дорожно-транспортных происшествий по городу Кирову и выявляем места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Основные места, значит, у нас, они совпали, с которой вот назвали, это выше, значит, ну, самые аварийные места у нас сейчас, могу, конечно, остановиться. Да, давайте их перечислим просто, потому что времени не так много у нас. По статистике, это пешеходные переходы Октябрьский-Герцена, пешеходный переход Карла Маркса-Мопра, потом по перекресткам, значит, у нас получается профсоюзный Октябрьский проспект, очень аварийный перекресток, Октябрьский проспект Воровского, производственно-солнечно, вот самые основные такие аварийные места. Эти места мы смотрим по видам ДТП, по нарушениям на этих перекрестках или на пешеходных переходах. И анализируя уже, даём предложение, начиная от наименее затратных и уже наиболее затратных в администрацию города Кирова. А вот такая система, вы анализируете и предлагаете, что конкретно поменять, что вы можете делать самостоятельно, своими силами? Либо это самый наименее затратный вариант, это изменение режима работы светофорного объекта. Это первое, что приходит в голову. Да, далее, либо установка светофорных объектов, это уже наиболее затратные идут варианты, либо изменение каких-то вопросов по организации дорожного движения. Да, Александр Васильевич, вот когда вы говорите, изменение режима работы светофоров, то есть вы просчитываете, как вот сказал Валентин Николаевич, там до секунд, как нужно менять? Или вы просто говорите, что очевидно, что нужно менять режим работы светофора, а администрация должна это просчитать? Нет, мы предлагаем даже по изменению режима. Допустим, у нас проблемные перекрёстки, есть Ленино-Пролетарская. Там у нас невозможно перейти дорогу, потому что движение транспорта очень оживлённо по улице Ленина. А микрорайон за улицей Ленина, туда в сторону реки, он застраивается, интенсивно застраивается, люди идут и на центральный рынок, и в торговый центр Максим, и в другие объекты. Наше одно из предложений, допустим, на перекрёстке Ленина-Красноармейская ввести режим такой пешеходной фазы по всему перекрёстку. В связи с этим мы добьёмся, что исключим поток транспорта в сторону улицы Милицейской, полностью у нас транспорт уже не пойдёт туда, и уже дорогу будет перейти на много легче. И что значит пешеходная фаза? Весь транспорт стоит, пешеходы идут. По всему периметру. Во всех направлениях, да. Когда такое предложение поступило в городскую администрацию? Когда мы выявили очаг аварийности на данном перекрёстке в начале этого года. В начале этого года. Светлана, если можно, я сразу перерыву. Вот буквально, на самом деле, это предложение, оно, наверное, не свежее. И такой эксперимент, я знаю, лет пять назад производился. А чем он закончился? Он закончился полной отменой данной фазы, потому что жители, как автолюбители, так и пешеходы оказались к этому не готовы. На самом деле... А как долго длился этот эксперимент? Вводили такой эксперимент, насколько я помню, Карла Маркса Воровского, значит, и почему-то не пошло, Вячеслав Николаевич. Там всё зависит от времени дня, то есть сложно очень определить, в какое время вот этот режим будет востребован. Если вот как в южных городах это используется, там, допустим, в районе набережных, там поток, допустим, к местам отдыха, он с утра до вечера, там это эффективно. А у нас, допустим, в утренние часы, в вечерние часы, вот это востребовано, в дневные часы там не всегда пешеходы вообще присутствуют, и поэтому вот ограничивать движение транспортных средств нецелесообразно. Опять же надо понимать, что более комфортный режим перехода для пешеходов, более жёсткий режим остановки транспортного потока для комфортного перехода в этих проблемных местах приведёт к ещё большему усугублению движения транспорта. Соответственно, пробок, есть такой риск, и мы должны это понимать. Да, аварийность снизится, ну, там, жизнь человека, она важнее, конечно, чем пробки, но при этом мы должны понимать, что такой жёсткий режим изменения светофоров приведёт к ещё большим пробкам, там, ну, на Ленина. Ну, то есть вот это предложение ГИБДД, оно на основании неудачного эксперимента 5-лининг, да? Нет, оно рассматривается. Да, но если можно, я бы разделил на составляющую, буквально там полминуты займу. Значит, на самом деле всё зависит от того, насколько интенсивен поток. Потому что с чем мы сталкивались, с чем мы сталкиваемся на сегодняшний день в городе? Есть нерегулируемые пешеходные переходы, где приходит момент, значит, возникновения постоянного конфликта пешеходов и водителей. И таких примеров у нас много. Наверное, одним из таких последних примеров был железнодорожный вокзал, когда пешеходы шли сплошным потоком. Всегда. Непрерывным. И автолюбители, да. Соблюдая правила дорожного движения, вынуждены были стоять там минуты, там, десятки минут для того, чтобы пропускать транспортный поток. После того, как установили там светофор, регламентировали время прохождения пешеходов, проблема снялась. Но она снялась ровно настолько, значит, сколько будет у нас времени, значит, на увеличение транспортного потока и потока пассажиров. Следующий этап, это все-таки разделить эти потоки путем строительства подземного пешеходного перехода. И вот это уже вторая проблема. Она более сложная, более денежно-емкая, значит, и к ней надо готовиться, к ней надо готовиться загодя. И вот о чем мы говорили, значит, решая все эти проблемы, надо не забывать, что решив проблему в одном месте, мы тут же рискуем создать проблему через 100 метров в другом месте. И такие примеры у нас в городе тоже есть и были. Хорошо, хорошо, пример. У нас сегодня сокращенная версия программы. Я уже чувствую, что мы войдем в другой формат, не часовой программы, а, пожалуй, двухчасовой. Пример. Я сейчас Вячеслава Николаевича Симакова спрашиваю, Александра Васильевича Митилева. Вот у нас есть такая сейчас, такое веяние, что мы устраиваем одностороннее движение по улице нашего города. Сейчас затрагивает это веяние исторический центр. Ну, во-первых, очень коротко, Александр Васильевич, эффективно ли это оказалось? Да, значит, когда мы устраиваем одностороннее движение, мы упрядачим поток транспортных средств, и мы создаем дополнительные места для парковки транспорта. То есть оказалось эффективно в исторической части города. Вопрос тогда, как выбирались направления этих улиц. Потому что вот мне, как человеку, который живет в исторической части, совершенно не очевидно, почему, например, по улице Московской движение идет в сторону улицы Ленина, по улице Спасской тоже движение идет, нет, по улице Московской в сторону Карла Маркса от улицы Ленина, по улице Спасской в сторону Ленина от Карла Маркса вроде нормально сменяется. Потом вдруг улица Герцена, где от Карла Маркса снова идет движение по улице Ленина, при этом встречный поток от Казанской к Ленина. Ну и дальше пошло Горбачёва, молодая гвардия снова Карла Маркса, Орловская, Клининг и так далее. То есть у меня такое ощущение, что там произошёл некий сбой. На каком основании вот такой сделали порядок, чего мы не знаем, например? Ну лично, это моё личное мнение, значит, это сделано было при проектировании этих улиц для того, чтобы был выход на перекрёсток со светофорным объектом. Он более безопасен будет, чем на нерегулируемый перекрёсток. Это лично моё мнение. Подождите, с улицы Герцена на улицу Ленина нужно было, чтобы был выход на регулируемый перекрёсток? Светофорный объект. Светофорный объект. На самом деле, Светлана, наверное, полностью поддержу. На самом деле, тоже как постоянно действующий, значит, участник дорожного движения, значит, столкнулся с тем, что, да, на самом деле, одностороннее движение в центральной части города, там, где у нас улицы узкие. Особенно зимой, когда проблемы с очисткой. Особенно зимой при уборке снега, да, значит, они дали хороший эффект. Значит, и это надо продолжать. Но вот эти конфликты, о которых вы сейчас сказали, на самом деле, они, по крайней мере, вгоняют в ступор. Почему? Потому что, двигаясь со стороны улицы Казанской, значит, подъезжаешь к перекрёстку, видишь кирпич, значит, ты вынужден совершать ненужный манёвр, значит, тем самым перегружая соседние перекрёстки. И так достаточно загружены. Я говорю про перекрёсток Ленина-Воровского. Есть ещё другие побочные эффекты. С тех пор, как вот я как раз по этому маршруту еду, значит, от Гагаринского парка по Ленина в сторону театральной площади. И с тех пор, как стало одностороннее движение по многим улицам, и невозможно сделать этот поворот налево с Ленина в сторону театралки, я обнаружил, что ранее относительно свободная Московская улица от центральной гостиницы до театралки, сейчас превратилась в одну простую, очень узкую, такую бутылочное горлышко, по которому идёт поток, а если ещё кто-то там, значит, высаживает пассажиров и так далее, то там Московская резко перегрузилась. Широкая парковка. Да, нет такая проблема. Она образовалась, такая проблема. Там не было желания всё-таки провести, может быть, эксперименты и упорядочить движение вот по этим односторонним улицам, изменив, то есть, чтобы с Герцена можно было проехать в сторону Карла Маркса. Если можно, не договорил. Значит, на самом деле, о такой проблеме, что где-то с Копицей мы знали, и я думаю, что это очевидно, и это предполагалось, но на самом деле вы правы в том, что, значит, изменив движение по Герцена не в ту сторону, или там установив одностороннее движение, то есть мы усугубили ситуацию по и так загруженным перегрёсткам. Поэтому, вот на самом деле, правильнее, наверное, значит, и предложения, те, которые мы слышали с вами до эфира, говорят о том, что одна улица должна двигаться в одном направлении, другая улица должна двигаться в другом направлении. Тогда возникает, значит, самый короткий путь. Во-первых, распределение, во-вторых, самый короткий путь жителя к своему дому, то есть, когда он может, объехав всего один квартал, а не два, три, и не создав лишние проблемы, значит, попасть к точке прибытия. А давайте мы услышим наших сегодняшних экспертов. Вячеслав Николаевич, вы согласитесь с этим мнением или наоборот? Хочу только добавить, что выбор направления всегда ведётся комиссионно. То есть решение о переводе улицы в одностороннее движение и направление ведётся на комиссии по безопасности дорожного движения. А кто входит в эту комиссию? В эту комиссию входят представители ГИБДД, депутаты Кировской городской думы, различные транспортные инспекции, вся инфраструктура. Чиновники, то есть, получается, и руководители. Отвечающие за безопасность движения. Причём до этого выходит на место комиссия, всегда смотрят... Мы поняли, что эта комиссия была выбрана, это решение. У нас сейчас вот озвучено такое предложение от наших коллег. Вот Дмитрий Николаевич Драны озвучивает и Валентин Николаевич Пугач. Вы, как специалист, который работает, всё равно же всегда проводится какое-то введение, потом смотрят ещё на последствия. Даже заранее экспериментом не всё бывает, удачно можно просчитать. Вот сейчас Александр Васильевич сказал, что да, получили перегрузку улицы Московской в связи с этим. Вот этот участок на Герцена всё-таки является костью такой, которая в горле стала или нет? Ну, у нас вот уверенности стопроцентной в этом нет, потому что существуют ещё разные моменты, влияющие на это. Ну, здесь и количество транспортных средств, которые в этом микрорайоне присутствуют. Поэтому вопрос будем изучать, и мы вот сейчас, принимая решение о том, куда улица должна направляться, то есть вот сейчас рассматривается как улица Володарского, обязательно смотрим, чтобы были и дублёры, и в какую сторону направлять, и рельеф рассматривается. Что, например, в каком случае администрация рассмотрела бы предложение по изменению направления движения по улице Герцена, от улицы Ленина до Карла Маркса? Мы рассматриваем все обращения, в том числе и горожан, и различные... То есть горожане могут, например, на портале «Вместе Киров» провести голосование, набрать 500, по-моему, голосов, да, 500 голосов по соглашению с администрацией города Кирова, и тогда администрация рассмотрит. Мы любые обращения там рассматриваем. Даже в «Безместе Киров» тоже рассмотрим. Мне предложение следующее, Светлана и уважаемые участники нашего разговора. Соответственно, вот вопрос организации движения как для пешеходов, так и для отолюбителей, ну, действительно, очень резонансный, очень болезненный. Соответственно, напрашивается механизм более расширенного коллегиального органа, который бы принимал такие судьбоносные для города решения. Поэтому я не случайно спросил, кто входит в состав этой комиссии, но понятно, что вполне можно было бы включить представителей экспертного сообщества научного и общественных организаций. И если это будет сделано, ну, в силу того, что сейчас это звучит так, пишите письма, мы рассмотрим. Но письма пишутся давно, там, существенных каких-то там или аргументаций, или внятного такого интерфейса с обществом и обратной связью, ну, не сильно заметно. Что, там, мы допускаем, что мы можем не знать каких-то важных профессиональных нюансов, которые, там, знают специалисты, но не знают общественность, или не знают, там, какие-то другие участники движения. Здесь вопрос в правильной коммуникации двухсторонний. И, там, решить вопрос этой правильной коммуникации можно было бы, включив дополнительных участников в эту комиссию для того, чтобы они могли, а, там, дискутировать внутри, б, потом, там, обратную связь выдавать горожанам, почему какие решения принимаются, и почему какие не принимаются, или, там, в чем сложности возникают, и так далее. Здесь вопросов, извините, я перебью, никаких нет. У нас ни состав, ни количество вот этой комиссии ничем не регламентировано. То есть можно инициировать предложения? И у нас, да, у нас в этом году состав изменялся. То есть у нас, допустим, депутат Кировской городской думы вышел с просьбой, чтобы его включили в эту комиссию, и без вопросов он... То есть любой активный гражданин может выйти с таким предложением? Ну, понятно, что мы всех кировчан включить в эту комиссию не сможем, но если человек является компетентен в этом вопросе, и имеет какие-то за своей спиной достижения в этой отрасли... Ну, он должен быть все-таки сообществом презентован. Я думаю, что это не человек, собственно. Поэтому я бы перешел, если можно. На самом деле, вот Валентин Николаевич, наверное, подтвердил правильность всего того, что мы услышали за несколько дней до эфира, когда собирали мнение, значит, тех экспертов, которые в других субъектах, в других городах, в других странах эти вопросы решали. Я бы хотел, наверное, сложить сейчас услышанное, для того, чтобы потихонечку, значит, я надеюсь, мы к этому придем, значит, к тому мнению, которое мы услышали у других специалистов. Первое, на мой взгляд, очень важное. Значит, надо, и эта задача, значит, Вячеслав Николаевич прекрасно знает, я бы хотел сказать следующее, что город заботится, и город занимается, значит, решением этих вопросов. Другое дело, то, что Валентин Николаевич до эфира четко подчеркнул, значит, почему раньше, значит, об этом не говорили, то есть мы об этом... Вы именно, вы, Дмитрий Николаевич, да. Я об этом мало говорили. Я могу повторить этот вопрос в эфире, Дмитрий Николаевич. Повторите, потому что вопросы вы слушатели будут. Вот мне очень нравится Ваша сейчас такая активность, желание искренне вникнуть и разобраться в этих вопросах и помочь городу решить очень важные вопросы. У меня, как у горожанина, к Вам вопрос. Вы, когда были главой администрации нашего города много лет, вот в таком ключе нечасто разговаривали, и не было заметно таких инициатив. Что это? Вы были слишком заняты другими вопросами, или когда перестали быть начальником и ездить... В служебной машине? В служебной машине, сами сели за руль, хотя, насколько я знаю, Вы тоже активный автомобилитель. Больше я за рулем не ездил и тогда, на самом деле... Стали больше видеть проблем? Что произошло? Или просто в свободное время появилась рефлексия? На самом деле, могу признать о том, что мы, значит, на сегодняшний день, я думаю, что, я говорю там, в том числе за администрацию города, увы, не открываем иногда заранее те вопросы, которые мы решаем. Значит, это, наверное, наша общая беда. То есть не только уровень города, не только уровень области, но и уровень федерации. Обсуждение каких-то проблем незаметно для населения. Мы идем на обсуждение, все время, наверное, боясь о том, что мы получим отрицательные отзывы. И вот я скажу честно, на своем опыте. Значит, сейчас я убежден, я призываю к этому, значит, услышать это всех, кто нас слушает, в том числе из органов государственной, исполнительной власти. Не надо бояться. Значит, если правильно доносить, объяснять, значит, и получать обратное мнение, мы намного быстрее и намного более дешевыми способами сможем решить эти проблемы. В этом я сейчас убедился, поэтому говорю открыто, что да, значит, нам слышать обратную реакцию, значит, ну, этого не хватает. Во-первых, вы получите дополнительные идеи, во-вторых, в случае, если там хорошо, понятно, интересно объяснить горожанам на доступном, не канцелярском, бюрократическом, а человеческим языком, какая проблема и какие способы ее решения, и почему выбрана тот или иной способ, вариант решения, то вы получите массовую поддержку со стороны населения, что отлично, что люди знают, что начальница знает, какая есть проблема, отлично, что там хотят ее решить, Вы знаете, это мы не сейчас узнали. И так далее. Когда встречаешься с жителями, когда встречаешься, значит, с теми людьми, которые задают вопросы, отвечаешь на эти вопросы, ты начинаешь понимать, что на самом деле боятся, значит, на них отвечать не стоит. Это вот точно мое убеждение, значит, я думаю, что люди это прекрасно понимают. Я бы сейчас немножко хотел вернуться к механизмам, у нас остается 3 минуты, на которых мы говорили, на самом деле механизм, наверное, очень простой. Вы правильно сказали о том, что для того, чтобы проблему правильно обозначить, правильно сформулировать, ее надо изучить, в том числе построив математическую модель развития ситуации. Это задача, наверное, тех людей, которые... Вполне по силам университетским специалистам. Мы, кстати, такими услугами пользовались. Значит, второе, это надо расписать план действий, наверное, не на один год вперед, потому что есть вещи, которые надо строить там десятилетиями, надо развивать уличную дорожную сеть, значит, приходя к какой-то общей модели, но идти к этому постепенно, и люди об этом должны знать. Если люди будут знать, они будут понимать, никаких критикующих вопросов мы в свою сторону не услышим. И второе, значит, на самом деле, не бояться, наверное, экспериментировать, и вот на голосовании мы с ним будем ставить вопросы, как раз они, наверное, связаны с тем, что давайте услышим людей. Значит, если большое количество выскажется в отношении этой же улицы Герцена, значит, с просьбой поменять движение в обратную сторону, я думаю, что и городская власть легко, значит, к этому придет. И мы еще одной проблемы не коснулись, на самом деле, мы неоднократно сталкивались и пытались, в том числе с ГИБДД, значит, отмониторить ситуацию, как она будет развиваться, значит, если внести элементарные, значит, фазы, изменить элементарные фазы движения. Мы не успеем это сделать сегодня, к сожалению, Дмитрий Николаевич. И вот я считаю, что на сегодняшний день к этому надо прийти. А то, что сказал Валентин Николаевич, и, значит, вот тот ответ, который услышал Вячеслав Николаевич, наверное, говорит об одном, что в городе, кроме тех совещаний и тех комиссий, которые существуют для обеспечения безопасности жителей города, должны быть такие площадки, где будет происходить, значит, обмен мнениями, значит, всех слоев общества, как заинтересованных граждан, так и чиновников и тех людей, которые отвечают, ну и в том числе тех специалистов, которые как раз отвечают за изменение ситуации. Если такая площадка появится, я думаю, что город это только выиграет. Вот у нас сегодня такой пробный шар, очень короткий эфир. Я, значит, делаю вывод, что этого времени крайне недостаточно, поэтому будет программа двухчасовая, она будет в рамках дневного разворота, для того, чтобы мы могли предметно разбирать конкретные вещи со всеми. Сейчас мы только о себе заявили, но из сегодняшнего эфира могу все-таки выбрать два предложения, которые можно будет поставить на голосование на портале вместе Киров. Это изменение направления движения по улице Герцена от улицы Ленина до улицы Карла Маркса первое, и о чем мы скажем дополнительные, будем напоминать. Мы соберем мнение, конечно, мы ставим на голосование. И второе, вот здесь предмет не надо будет изучить, потому что открытие такое Вячеслав Николаевич Симаков сделал, что в комиссии. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжение следует...